Всем привет! Сегодня буду делать нарезные пирожные фисташка-малина. Сначала нужно сделать бисквит. Для этого мне понадобится фисташковая паста, мука и разрыхлитель, растительное масло, белки и желтки, также сахар и молоко. И для начала мне нужно взбить белки с сахаром. Я сначала немножко взобью белки, а потом всыплю сахар. Вот белки я взбила. Нужно взбивать до тех пор, пока не растворится весь сахар, чтобы такая устойчивая меренга получилась. Теперь я беру растительное масло, вливаю туда тёплое молоко, добавляю желтки и фисташковую пасту. И всё это пробиваю погружным блендером. И эту массу добавляю в меренгу. Взбивать уже не нужно, просто перемешивать лопаточки. И теперь всыпаем муку и разрыхлитель. Выпекать буду вот в такой квадратной форме, 22 на 22 сантиметра. Постелила силиконовый коврик и обернула фольгой. Выпекался бисквит 20 минут, температура 180 градусов, режим вверх-вниз. Сейчас бисквит остынет, я его заверну в пищевую пленку и уберу в холодильник на 4 часа. Теперь буду готовить малиновую начинку. Я взяла замороженную малину, разморозила её, добавила сахар, пробила блендером и процедила через сито. Также понадобится замоченный желатин и сахар и крахмал. Сюда я добавила немножко сахара, чтобы только смешать его с крахмалом. Основной сахар я весь уже добавила в пюре. Вы можете взять просто готовое малиновое пюре и добавить в него сахар. Теперь я сахар с крахмалом перемешаю. Малиновое пюре ставлю на плиту. Включаю. Как только немножко нагреется, я всыплю крахмал с сахаром. Вот уже пюре начинает закипать. Нужно постоянно мешать и проварить 2 минуты. Ну вот, 2 минуты прошло. Убираем с плиты. И в горячий сироп добавляю желатин. И размешиваю. Теперь массу нужно остудить до комнатной температуры. Собирать пирожное я буду в той же форме, в которой выпекала бисквит. Я ее затянула пищевой пленкой. Теперь отправляю туда бисквит. У бисквита я срезала верхнюю корочку. И он очень такой сочный, его пропитывать не нужно. Он очень мягкий и сочный получается. Я только срезала верхнюю корочку. Начинка остыла до комнатной температуры. И я заливаю бисквит. И убираю в холодильник. Для мусса мне понадобится маскарпоне. Можно заменить на любой сливочный или творожный сыр. Молоко, сливки, жирностью 33% и выше. Также замоченный желатин, белый шоколад. Можно, не обязательно кондитерский, можно взять обычный шоколад. Фисташковая паста и фисташки. Фисташки я брала не соленые. И фисташки по желанию. Можно их не добавлять. Молоко я нагрела в микроволновке. Оно горячее. Заливаю шоколад. Сюда же добавляю фисташковую пасту. Желатин нагрела в микроволновке. И также вливаю сюда. И сливочный сыр обязательно добавляйте комнатной температуры. Если у вас холодный сыр, можно его немножко нагреть в микроволновке. И для того, чтобы все хорошо объединилось, нужно пробить погружным блендером. Пробиваем до полной однородности. Нужно взбить сливки. Взбиваем вот до такого полужидкого состояния. И добавляем сливки. Мусс готов. Малиновая начинка застыла. И теперь сверху я вливаю мусс. И также убираю в холодильник до полного застывания. Ну и осталось сделать зеркальную глазурь. Для этого мне понадобится Замоченный желатин, сахар, белый шоколад, глюкозный сироп, вода, Сгущённое молоко и натуральный краситель. В воду я высыпаю сахар, глюкозный сироп. И ставлю на плиту. Мне нужно сироп довести до кипения. Будет буквально 3 минуты, и сироп закипел. Кипятить его не нужно. Как закипит, так снимаем с огня. Теперь берем высокий стакан. Высыпаем туда шоколад. Добавляем сгущённое молоко. 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 Выливаем сюда наш горячий сироп. В микроволновке разогрела желатин. И так же выливаем в общую массу. И сразу добавляем краситель. И аккуратно пробиваем погружным блендером. Делаем мы это вот так вот, наклонив. Мусс как следует застыл в холодильнике. Зеркальную глазурь я охладила до 40 градусов. Так как стекать она у меня не будет, все равно ей помешают бортики. Поэтому достаточно охладить до 40 градусов. И теперь заливаем. И убираем в холодильнике до полного застывания. Мусс провел ночь в холодильнике. Как следует застыл. Теперь я уберу форму. Аккуратно провожу ножу. И теперь их нужно аккуратно разрезать теплым ножом. Посмотрите, как красиво. Фисташки я ножом порубила. И вот сейчас вот так посыплю сверху. Посмотрите, какая красота получилась. Попробую. Как же это вкусно. Вот поближе вам покажу. Такой вкусный мусс получился. И вкусный бисквит пропитанный. Он, видите, наполовину пропитался и застыл. Очень вкусно получилось. Попробуйте, не пожалеете. Я их нарезала. Получилась ширина 3,5 см. И длина 11 см. Очень вкусные пирожные. Попробуйте. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!